Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наука Хакасии». Последний выпуск в этом году итоговый в студии Юлия Константинова. А наш гость сегодня – министр образования и науки Республики Хакасия Галина Салата. Здравствуйте, Галина Александровна. Добрый день. Галина Александровна, тема сегодняшней нашей встречи внушительна. Разговору пойдет о науке, тем более в год, когда на фоне скандалов, спровоцированных не совсем честными, с защитами диссертации в средствах массовой информации обсуждалась тема преобразования и реорганизации Российской Академии Наук. Что происходит? Может, эта структура уже не выполняет свои функции, она не нужна? Ваше мнение? Я бы не стала столь категорично заявлять, что Российская Академия Наук не нужна. Давайте вспомним историю создания этого учреждения. Это была в далекие годы крепостная Россия. Великий Петр I привозит из-за границы 17 ученых. Ученых Германии, Англии, Швейцарии. Людей, которые абсолютно не знали русского языка. Но ведь свершилось. Именно они в свое время создали Российскую Академию Наук. Поэтому не надо быть столь категоричными о том, что Российская Академия Наук сегодня не нужна. Точно так же, если мы посмотрим вопрос взаимоотношений Российской Академии Наук с иными структурами. Ведь и в те далекие годы также были противоречия. Когда создавался первый российский университет, то Михаил Васильевич Ломоносов тогда вступал в конфликт с Российской Академией Наук в части, где создавать первое образовательное учреждение. В Москве или в Питере? Создано это учреждение было не в бюрократическом тогда Питере уже, а в Москве. Поэтому это нормальный процесс, жизненный процесс. И я думаю, что право на существование Российской Академии Наук, оно доказано историей. Тем не менее, Российскую Академию Наук не критиковал только ленивый. К примеру, средний возраст академиков и членов корреспондентов 80 лет. На ваш взгляд, этот фактор тормозит развитие науки? Здесь я также не была бы столь категоричной, потому что не от возраста академиков зависит сегодняшняя ситуация. Хотя абсолютно правильное утверждение, что в каждом коллективе должно быть разумное соотношение, должен быть баланс между опытом практиков и работниками, достигшими определенного возраста, и молодыми специалистами. Тем самыми людьми, которые несут за собой новые идеи, которые несут задор, которые несут амбициозность. Поэтому, с моей точки зрения, не это главное в реорганизации Российской Академии Наук. Мы с вами хорошо все понимаем, что живем в новую эпоху. Эпоху, когда идут амбициозные планы по социально-экономическому развитию российского государства. И именно это определяет особые требования к науке сегодняшней, и к Российской Академии Наук в том числе. Поэтому необходимость как раз изменить управление Российской Академии Наук, необходимость внести изменения в порядок финансирования этого учреждения, и вызвали потребность в проведении тех реформ, которые шли в сфере науки, в сфере Российской Академии Наук. Поэтому, с моей точки зрения, вполне закономерный ответ на веление времени. А что конкретно сделано для развития науки в России, и в частности в Хакасии? Давайте вернемся по последнему году, какие нормативные документы были приняты на уровне Российской Федерации. В частности, было принято постановление правительства Российской Федерации о реорганизации Российской Академии Наук, государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Кроме этого, был принят указ президента Российской Федерации, которым было создано новое федеральное агентство. Оно называется Федеральное агентство научных исследований. Вот эти два важнейших документа, они во многом определяют сегодня стратегию в отношении именно управленческой деятельности в сфере науки и в отношении финансирования. Абсолютно всем понятно, что наука требует нового финансирования, что наука, как структура, которая должна ответить на веление времени по развитию экономики, должна соответствующим образом и финансироваться, имея соответствующую материальную базу, имея соответствующие лаборатории. И в связи с этим дополнительные средства, которые выделяются на уровне Российской Федерации, это как раз ответ на это требование времени. То, что касается нашей с вами республики, то вы помните, что у нас есть наша республиканская программа, которая действует в течение нескольких лет. И сегодня эта программа до 2015 года. Только вот на эти три года, с 2013 по 2015 год, из республиканского бюджета будет выделено на развитие науки 36,5 миллионов рублей. Но мы при этом же хорошо понимаем с вами, что у нас учреждение науки, одно чисто республиканское учреждение, это Хакни-Яли. Второе учреждение, это Институт аграрных проблем Российской Академии наук. Это учреждение профсельско-хозяйственное, оно федеральным учреждением является. И два вуза, Хакасский госуниверситет и Хакасский технический институт филиал Сибирского федерального университета. Вот те самые очаги нашей науки, которые расположены на территории республики. Но и здесь, конечно же, это программный метод управления, это выделение средств через программные мероприятия, то, на что направлены усилия правительства. Давайте поговорим о грантах, которые сейчас выделяются. Это некие финансовые средства, которые даются ученым для проведения исследовательской деятельности. Вот какие именно конкурсы грантов проводит сегодня Министерство образования и науки республики Хакассия, и на что наши ученые могут потратить эти средства? Грантовая поддержка – это поддержка научных исследований, которые ведут ученые. Существует у нас в республике три вида грантов. Один из них, например, такой грант, как «Лидер». «Лидер» – это грант, который дает возможность выигравшим направить данные средства на внедрение научных исследований в практику, в производственную деятельность. Ну, например, руководитель предприятия может вполне получить этот грант для того, чтобы воспользоваться научным исследованием, выполненным в рамках наших учреждений, высшего профобразования или научных учреждений, и внедрять его в практику. Это, конечно, дает возможность наряду с теми средствами, которые имеет предприятие на инвестиционную деятельность, направлять в том числе и эти деньги на развитие своего предприятия. Существуют гранты на поддержку научных школ, существуют гранты на поддержку научных исследований гуманитарной направленности, фундаментальных наук. Поэтому участвовать в этих грантах сегодня наши ученые могут, пройти конкурсные мероприятия могут, тем более можно получить грант не только республики, а тогда, когда есть софинансирование из нашего бюджета, получить гранты российских фондов, Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. Это очень престижно, и вот такое соединение средств двух источников бюджета позволяет ученым продвигать свои научные исследования вперед. Скажите, пожалуйста, а какой вот средний возраст наших ученых? Есть ли среди них молодежь? Много ли вообще молодых ученых в Хакасии? Есть ли перспективные? Есть у нас молодые ученые, замечательные молодые ученые. Когда мы проводим мероприятия в Хакасском госуниверситете, в Хакасском техническом институте, то мы видим эту молодую славную поросль молодых ребят, которые обучаются в аспирантории, тех молодых ребят, которые участвуют в различных мероприятиях, как республиканского, так и всероссийского масштаба. У нас есть замечательные молодые ученые в Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории, и мы полагаем, что идем путем верным, начиная эту работу именно со школьной семьи, потому что именно одаренный ребенок, он может стать будущим ученым, в связи с тем, что склад УМА становится уже более, так скажем, направленный на научное исследование. Поэтому различные мероприятия среди молодых ребят, кроме того, это конкурсы, которые мы проводим среди молодых исследователей, студентов. Из них затем появляются вот те молодые ученые, которые работают в наших исследовательских вузах. Я не сказала бы о том, что в наших вузах и в наших научно-исследовательских университетах ученые достигли глубоко пенсионного возраста и прорыва молодым ученым не дают. Везде есть молодые абсолютно ученые, которые имеют возможность сегодня притворять свои стремления, желания искать свои гены в этом мире. Понятно, что любая научная школа, о которых мы сейчас говорили, это прежде всего имя выдающегося ученого и плеяда его последователей, кандидатов наук и аспирантов. А сколько сегодня вообще в Хакасе научных школ? Чем они занимаются? У нас сегодня 7 научных школ в Хакасском техническом институте. Есть 17 школ научных в Хакасском государственном университете имени Николая Федоровича Котанова. Есть замечательная научная школа в нашем институте Хакнияли. Все эти научные школы предназначены для того, чтобы вырастить молодых ученых, чтобы стать наставниками ученых, молодых со стороны ветеранов, назовем, научного мира. Ну и, конечно же, опять возвращаясь к теме нашего разговора, когда сходится между собой молодость и возраст, опыт и молодые амбиции, то тогда получаются результаты. Вспомните, мы с вами буквально в прошлом году были свидетелями, когда по решению Совета по науке и научно-технической политике у нас были награждены руководители двух научных школ. Это школа Нины Петровны Шишляниковой, это наш Хакасский государственный университет. Профессор Нина Петровна Шишляникова имеет замечательную школу. И это школа, которую вырастила также педагог Хакасского государственного университета Артамонова Надежда Яковлевна. Это две замечательные школы, и научные исследования идут как самого руководителя научной школы, так и тех, кто в эту школу входит. Мы полагаем о том, что это очень хорошая практика, она имеет место быть в Российской Федерации, но и наши ученые также стремятся передать свой опыт молодым ученым. Галина Александровна, действительно ли все так вот безоблачно у нас в науке Хакасии? И вообще, как выглядит наша система поддержки и развития науки на фоне других российских регионов? Нет, я бы не стала утверждать, что так все безоблачно. Потому что мы очень хорошо осознаем, и с этого начинали нашу беседу, что наука должна работать не в корзину. Наука должна работать на экономику, на социальную сферу. И в связи с этим, ну давайте возьмем, сегодня вновь созданное федеральное агентство, о котором я сказала, одна из важнейших задач, которая стоит, это выполнять заказы или обслуживать органы государственной власти. О чем идет речь? Внедряется какой-то проект. Проект внедряется в экономику, в образование, в социальную сферу. Ведь это не может быть просто умозаключение кого-либо из чиновников, представителей органов государственной власти. Это, конечно, должно быть научно обоснованное действие, которые должны привести к результату с наименьшими рисками. Поэтому вот это предназначение науки, чтобы работать на экономику, работать на социальную сферу, работать на всю созданную инфраструктуру, как у нас конкретно в регионе, и на всю Российскую Федерацию. Этого, к сожалению, пока еще нет. Пока еще не всегда успевает наука за требованиями времени, но и не всегда сегодня работодатели, не всегда еще сегодня и наше государство очень четко ставит задачи перед наукой, выделяя или определяя то или другое государственное задание. Вот статистика показала, что у нас в республике более 80 предприятий, которые сегодня вносят значительные вклады в пополнение республиканского бюджета и действуют на территории республики. Но только четверть из них, из этих предприятий, внедряют научные достижения в свою практику. То есть можно сказать, что только четверть предприятий являются инновационными сегодня, вот по этому показателю конкретно. Поэтому не могу сказать, что все безоблачно. Но понимание о том, что нужно делать, есть в правительстве, есть в нашем министерстве, и мы ищем этого взаимопонимания со всеми структурами. Спасибо, Галина Александровна, за интересную беседу. Напомню, сегодня в передаче отвечала на вопросы министр образования и науки республики Хакасия Галина Салата.